В Аладаре прошли четырехдневные учебно-методические сборы по вопросам организации системы территориальной обороны. К мероприятию были привлечены помощники Акимов по вопросам военной безопасности и обороны, командиры бригад терробороны, начальники управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акиматов, начальники отделов территориальных войск, управления командующих войсками региональных командований и ДШВ. Обучение было организовано на базе бригады территориальной обороны Павлодарской области с целью выработки единых взглядов при организации повседневной деятельности и боевой подготовки территориальных войск. Участники сборов получили знания и закрепили практические навыки по вопросам организации и проведения мероприятий боевого слаживания частей и подразделений терробороны, организации управления ими в ходе выполнения поставленных задач. В мероприятии принял участие первый изместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камаледдинов. Он отметил особую роль системы территориальной обороны в обеспечении военной безопасности страны и ознакомился с работой пунктов приема личного состава и техники. 22 гранта на обучение в военных вузах получили матросы срочной службы военно-морских сил. Свыше 20 отличников боевой и государственно-правовой подготовки отправились в Ахтубе, Алматы и Щучинск. Там они без вступительных экзаменов будут зачислены в военные учебные заведения Министерства обороны. Таким образом, в вооруженных силах реализуется программа «Срочник-2.0», принятая по инициативе главы оборонного ведомства генерала-полковника Руслана Жахсылыкова. В рамках данной программы отличившиеся военнослужащие могут выбрать обучение в военных и гражданских вузах нашей страны без учета результатов ЕНТ. В Ахтау на базе войсковой части 29011 главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Серик Бурамбаев провел совещание по итогам оперативно-тактического командно-штабного учения «Берлистек-2024». Подразделения военно-морских сил Казахстана выполнили учебно-боевые задачи, основными из которых являлись введение разведки местности и противника, транспортировка грузов и личного состава, высадка морского десанта, участие в огневом поражении противника и проведение противодиверсионных мероприятий. В ходе совещания была дана оценка всем подразделениям. Отличившихся военнослужащих наградили грамотами. Матросы срочной службы Алишер Кенжигалиев и Диас Медетов, показавшие высокие результаты, из рук главнокомандующего военно-морскими силами получили именные часы. В Алматы на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан прошел семинар на тему «Разработка и управление обучением». В качестве инструктора выступили представители военного ведомства Великобритании, которые поделились своим опытом и знаниями в области образовательных технологий. От казахстанской стороны в семинаре приняли участие военные и гражданские инструкторы, преподаватели Центра миротворческих операций и военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомбетова. Интенсивная подготовка по боевому слаживанию отделений в десантно-штурмовых войсках завершилась боевыми стрельбами. Практические занятия были организованы на всех учебных полигонах Алма-Атинского, Кунаевского и Житесуского гарнизонов. Боевым стрельбам предшествовала двухнедельная подготовка, в ходе которой солдаты срочной службы отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовке, обучались приемам и способам выполнения боевой задачи в различных условиях обстановки. В Астане на базе бригады особого назначения начались сборы с военнообязанными, закрепленными за управлением главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. В течение месяца свыше 50 офицеров запаса будут осваивать военные дела по 11 военноучетным специальностям. Цель сбора – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление в запасе военнообученных ресурсов, необходимых для развертывания вооруженных сил при мобилизации. В Таразе на базе учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА завершилась войсковая стажировка курсантов Военного института сил воздушной обороны. Войсковая стажировка курсантов продлилась два месяца. Под руководством опытных инструкторов и наставников курсанты еще раз повторили теоретическую часть, после чего приступили к запускам и управлению беспилотным летательным аппаратом «Скил-Арк-1Лекс». В Алматы ветеран Великой Отечественной войны Илья Григорьевич Кудин отметил свое 97-летие. Фронтовика с днем рождения поздравили военнослужащие городского департамента и управления по делам обороны Житасузского гарнизона. Войсковая часть 68-602 десанта штурмовых войск, представители Совета ветеранов и руководители по организации работы с членами семей Акмаралда Ирбекова. С успехом выступают на Олимпийских играх в Париже армейские спортсмены, представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Служащий вооруженных сил Ислам Садпаев в паре со спортсменом Александра Ле занял третье место в квалификации стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. Ислам – один из первых, кто обеспечил путевку в Париж на 53-м чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходил в столице Азербайджана Баку в прошлом году. Инструктор-спортсмен Центрального спортивного клуба старший лейтенант Кусман Каргасбаев занял третье место в Олимпиаде, победив сербского дзюдоиста Страхиня Бунчича в весе до 66 килограммов. Команда Министерства обороны «Намос» вновь стала чемпионом «Астана Футбол Лига С» среди любительских команд столицы по мини-футболу. Костяк команды оборонного ведомства составляет военнослужащий Акмолинского гарнизона. Футбольная дружина оборонного ведомства принимала участие во многих турнирах, проходивших в Астане. Неоднократно становилась чемпионом «Астана Футбол Лига С», трехкратный чемпион Кубка Ассамблеи народа Казахстана, серебряный чемпион Кубка «Казмет Капс» среди государственных органов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова